Разум — это функция, побеждающая судьбу. Она живёт в звуке. Она, эта функция, оттягивает память от себя. Человек о Боге вспомнил, сразу судьба начинает побеждаться. Почему? Потому что Господь входит туда, где трудности и разрушает их все. Когда ты забываешь про себя, в этот момент Он про тебя начинает помнить. Пока ты помнишь о себе, Он про тебя забывает. Вернее, Он помнит о тебе, но ты... Он помнит как? У Него есть два способа с нами общаться. Один способ законодательный — что заслужил, то и получил. И вот это всегда законодательный способ. Люди страдают, там ядерные бомбы взрываются, там всё, что заслужили, то получали. Законодательный способ. Но если я научился забывать про себя и думаю о Боге, то с этого момента я буду предупреждённым. Вот если где-то ядерная бомба взорвётся, я узнаю о том, что это так. Вот смотрите, мы не говорим на лекциях ни о каких верах, ни о каких практиках. Здесь мы говорим в целом о знании, в общем. Я вам сейчас расскажу одну историю. Вы все помните, как над Украиной взорвался самолёт, да? Все погибли. И я вам расскажу одну историю про этот самолёт. Две истории. Одна история такая. Молодой человек сел в самолёт и послал СМС-ку своему другу. Мне так страшно лететь в этом самолёте, но я почему-то остаюсь здесь. И погиб потом. Вторая история про этот самолёт. Отец одного пилота молился Богу каждый день. И он во сне увидел, что через две недели его сын погибнет в автокатастрофе. Бог ему показал. Потому что когда человек молится Богу, Бог открывает будущее человеку. Когда человек молится Богу, весь объём работы, вся судьба выходит наружу, ты всё чувствуешь, понимаешь, что будет дальше. Это несложно. Никому несложно. И он сказал своему сыну, позвонил, ты должен уволиться из этой авиакомпании в другую. И сын сказал, ну я потеряю большие деньги, это очень, как бы, крутая компания. Он очень уважал своё мнение своего отца. Отец сказал, я уверен, что так надо сделать. Я видел священный сон, как бы, ты должен погибнуть через две недели в этой компании. Сын поверил отцу своему. Безумие, да, как просто человек сказал мне, что он не сего должен, что поверить. Он поверил, уволился с этой компанией, хотя у него там всё процветало, он нормально там. Пошёл в другую, зарплата поменьше. И все, кто остался там, на этом самолёте, его друзья, все погибли. Он остался жив. Я вам рассказываю правду. Так оно было. Поэтому всё в наших руках, если человек живёт рядом с Богом, у него нет секретов. Я разок... Я всегда смотрю в молитве на будущее. А можно положить, да? Я всегда в молитве смотрю на будущее. Я молюсь, молюсь, сначала, смотрите, сначала человек чувствует спокойствие в сердце от молитв. Потом, после спокойствия, это первый круг судьбы. То есть спокойствие. И вот тут раз, что-то распахивается. Или молитвы. Это значит, что дальше, когда ты будешь молиться, то ты получишь или победу над отношениями, или знание. Ну, то есть это зона... Второй круг жизни — это между мною и тобою. То есть между мною и событием каким-то. Это знание. Второй круг жизни — это знание или возможность перестать обижаться, перестать ссориться. Ну, второй круг победы над судьбой. Сначала спокойствие по поводу мамы с папой, а потом они начнут общаться легче, им станет общаться легче. Второй круг победы над судьбой. После спокойствия сердца обычно все заканчивают молиться. А надо продолжить. И ты опять почувствуешь, что тебе тяжело, опять объем работы. И тогда у них начнутся беседы, улучшения. И в этот же второй круг жизни между мной и тобою, и внутри меня, а между нами, находится также знание о том, что с тобой может быть. Я начал молиться о своей поездке. Каждый раз, когда я куда-то еду, я пытаюсь понять, что будет. Я начал молиться о своей поездке и увидел, что когда я поеду в Израиль, я там могу погибнуть. В результате мы как бы решили отменить поездку в Израиль. Потом я помолился какое-то время, почувствовал, что я молитвой побеждаю вот это препятствие в жизни. Бывают смертельные опасности. То есть, как астрологи говорят, что если ты увидишь, что ты погибнешь, то все, как бы, дальше уже на жизнь, на свою не расходу деньги, как бы, все, погибнешь. Астрологи так думают. Это неправильное мышление. В большинстве случаев 90% возможность гибели — это всего лишь препятствие в жизни, которое можно преодолеть. Также возможность тюрьмы или тяжелого заболевания — это просто препятствие в жизни, которое можно преодолеть. И я решил попробовать. Я думаю, ну, не важно, я же сейчас прямо не погиб. Это произойдет через какое-то время. И я решил, ну, давай я сейчас помолюсь за это все, посмотрю, как у меня будет меняться. Я помолился, молюсь, 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 смотрю, пошло преодолеваться. И раз, у меня в сердце спокойствие, я это событие чувствую, и все, как бы, я не погибну. Событие осталось. Я бы мог помолиться, оно даже прошло бы событие. Но я этого не сделал, потому что мне хотелось изучать судьбу. Я решил поехать в Израиль и посмотреть на события. Тем более, что я почувствовал, что никаких, как бы, повреждений, ничего, все, просто события есть, но ничего не происходит. Мне стало интересно посмотреть, как действует судьба. Я поехал в Израиль. Я сочиняю или нет? Как вы думаете? Вот, я поехал в Израиль, и там ничего не происходило. Я всех водителей предупредил, что, как бы, может все, что угодно произойти. У меня такая судьба. Готовьтесь. Они все приготовились, и так меня аккуратно возили, все. Ну, вообще, я доения, кстати, не почувствовал, что что-то должно произойти. Я думаю, может, я в иллюзии нахожусь какой-то. И, короче говоря, вот вся поездка нормальная, все классно. И я уже лечу в Москву. И в Москве, ну, как бы, погода хорошая, говорят. Я думаю, ну, погода хорошая, значит, классно. И сажусь в самолет, полетел, и неожиданно, перед тем, как мне признается в руку, в руку неожиданно начинается буря в Москве. Вообще никто не ожидал такая буря огромная. Там стал бы гнуться, там все, короче, просто шторм. Самолет не может сесть. Он кружится над Москвой, летает над Москвой кругами. И я понял, о, вот это я видел в молитве, увидел, вот это увидел в молитве. И такое ощущение, так мы сейчас погибнем. Я такое чувствую сейчас, мы погибнем. И посмотрел на людей, на всех, начал изучать. Все люди, у них по судьбе смерть сейчас. У всех в самолете, да. Все Бог, как бы, есть та же анекдот на эту тему. Один человек, самолет падает, человек молится, Господи, спаси. И он сильно молился, Господь приходит, слушай, ну не молись, я вас три года всех вместе собираю. Ну, то есть, Господь собирал, нас собирал. И я наблюдать начал за людьми. Кто-то в это время молился, очень мало, человек пять, может, тоже молился. Кто-то смотрел судорожно какое-то кино. Кто-то вообще спал, думаю, странно, человек спит, неужели он не чувствует смерти. Кто-то спал, вот, кто-то молился. Дети орали. Ну, то есть, что-то происходило такое. И я начал молиться, естественно. И буквально за 10 минут молитвы раз, все это рассеялось. Быстро, потому что я же до этого молился там месяца, больше даже. Все сразу, за 10 минут так раз, и все. И объявляет, мы решили садиться, шторм не заканчивается. Говорит, мы решили садиться. Ну, пошел потихоньку садиться в самолет. Это вот дует он там как-то бочком-бочком. И сел там, бам-бам-бам-бам, там, несколько раз одного колеса на другое. И все, все хлопают там, овации. Вот так действует судьба. То есть судьба это не то, что вот крест, да? Судьба это то, что... Иногда люди сами вызывают судьбу на себя. Например, когда человек, допустим, катается на горных лыжах, рискует жизнью. Сейчас много таких всяких. На резинке прыгает с моста. Он в это время тратит энергию, которая предназначена для защиты от опасности. То есть, у меня есть энергия, там, на машине, допустим, авария, может быть, раз и сбежала. И когда он прыгает вот это вот все, он тратит эту энергию защиты от опасности. И мы, когда у нас был фестиваль на Дамбайе, это не Дубай, Дамбай, это такие горы. Вот, красивое место очень, живописное. Нас там повезли на экскурсию туда. Там еще лето было, но снег на верхушках лежал. И там на таких специальных, на лыжах, таких машинах, я не знаю, как они, катамараны, что ли, называются, нам предложили поехать наверх, прокатиться. И все мои ребята говорят, поедем. Я говорю, я не поеду. Они говорят, а что ты не поедешь? Я говорю, да я летаю на самолетах постоянно, у меня уже израсходована вот эта энергия удачи на такие поездки. Но я вообще считаю, что лучше судьбой не рисковать, жизнь предназначена для чего-то более высокого. А так красиво, там пейзажи. И они поехали. Пять человек взяли, сели, там поехали. И когда приезжают, они все бледные такие, говорят, что такое случилось? Они говорят, да он, говорит, одной вот этой вот в пропасть попал. Ну, то есть он так развернулся, что прямо одной полозью вот этой вот был в пропасти. И мы, говорят, чуть с ума не сошли там, на волосок от смерти. Я говорю, может, еще раз прокатитесь? Они говорят, нет, больше чего-то не хочется. А вам нравится на горных лыжах кататься? Я сразу после этого события пошел к врачу местному, травматологу, который там работает, спросил, ну что? Я же врач тоже. Все, ну как? Говорю, много калечится там народу. Он говорит, господи, лучше мне спрашивать. Говорит, об этом никто не пишет, потому что это же антиреклама. Говорит, калечится столько людей. Видите, один вариант, лечу на самолете, вроде добрые дела делать, но судьба подстерегает, помолился, все прошло. Другой вариант, ничего плохого не происходит, никуда ехать не надо, и я сам лезу на резинку прыгать с моста, или лезу на лыжи, чтобы рискнуть. А сейчас еще и летают вот эти вот крылышки себе делают, так раскрывают, и полетел. Вот все, кто вот эти, все, кто летает, все заканчивают смертью. Все ни одного случая, чтобы кто-то выжил. То есть они не то, что сразу заканчивают, они полетали немножко, закончили, благочестие закончилось, и дальше все, смерть. Спасибо.